Навести порядок в нашем городе, а в будущем избавить от мусора и населенные пункты округа, намерена некоммерческая организация Фонд Экоразвития НАУ. НКУ готова принимать бытовой мусор для подготовки его к последующей отгрузке и переработке. Идею защитников природы поддержали недропользователи. В прошлом году некоммерческая организация выиграла грант ПАО Лукою КОМИ и закупила необходимое оборудование. Тему продолжит Ирина Нижалова. Никто не хочет этим заниматься, мусора очень много. Только за минувший год на полигон твердых бытовых отходов было вывезено порядка 100 тысяч кубометров отходов. Из них в среднем 30% занимают картон, бумага, пластиковые бутылки и металлические банки. С 2019 года в Россию вводится запрет на их захоронение. Уже сейчас Фонд Экоразвития Ниницкого округа призывает жителей региона грамотно подойти к решению этого вопроса, чтобы сохранить уязвимую природу северного края. Мы в декабре направили около 200 писем, чтобы участвовали в этом экологическом проекте «Экодвор». Но, к сожалению, от книг может только 32. Привозят сами тебе? На сегодняшний день пока мы возим. Ну, за свой счет я, грубо говоря, страчив свои деньги. На сегодняшний день у нас заключено 32 договора уже с организациями, с юрлицами. Десять организаций, которые у нас активно сдают вот эту бумагу, картон. Особенно вот хорошо сдают у нас аптека центральная. Очень красиво как бы сдают у них вот это. То есть перерабатывается быстро. В прошлом году Фонд Экоразвития НАУ выиграл грант компании «Лукоил Коми» на реализацию своего проекта «Экодвор». На эти средства были приобретены контейнеры для сортировки мусора и оборудования, в том числе весы и пресс. С его помощью десятки, а то и сотни картонных коробок можно превратить в небольшую стопку вторсырья. Здесь же можно утрамбовать алюминиевые банки, пластиковые бутылки и полиэтилен. С той стороны нитка закидывается и просто завязываем тюки. И где-то тюки вот у нас получаются вот такие. В результате отходы займут меньше места и будут готовы для транспортировки на утилизацию или последующую переработку. Андрей Кузнецов говорит, вывозить вторсырье за пределы округа готовы и сами предприниматели. У нас все равно пустые машины отсюда выходят с территории региона. Мы сдаем, то есть загружаем. Есть у нас договоры уже с Сыктывкаром и с городом Киров с приемными пунктами. Куда подъезжают, это все сдается. Деньги выплачиваются водителям, предпринимателям. Они закрывают свои транспортные расходы. В ближайшее время фонд экоразвития НАУ планирует установить пять контейнеров для сортировки отходов во дворах жилых домов. Планируется, что в будущем их станет больше. Существенную поддержку в развитии НКО могли бы оказать власти города и округа. Добавлю, что сейчас некоммерческая организация арендует склад у окружного потреб общества, которое предоставляет помещение на льготных условиях. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.